космос это самое жуткое место из всех где только доводилось бывать человеку отправиться на высоту в 400 километров ступить на поверхность луны или покорить другую планету такое путешествие автоматически становится авантюрным и подразумевает заигрывание со смертью так например в июле 2013 года в космосе чуть не утонул космонавт причем самом буквальном смысле этого слова скафандр космонавты это как мини корабль как и полагается технике этот корабль порой может ломаться был совершенно обычный день ребята с международной космической станции выполняли рутинный выход в открытый космос но знаете починить покрасить какую-нибудь антенну болтаясь на проводе на фоне земли вот тогда-то итальянец лука парметану почувствовал нечто совершенно неожиданное по его затылку внезапно потекла вода он тут же доложил об этом в наса там решили что это не палатки в системе подачи питьевой воды и приказали астронавту осушить емкость жидкостью но это не помогло вода продолжала заполнять скафандр после чего командование приказала немедленно сворачивать операцию и возвращаться на станцию на практике это оказалось гораздо труднее чем на словах я направился в сторону шлюза а вода продолжала прибывать вспоминает лука она полностью залила мне глаза и нос я не мог ничего разглядеть ничего услышать я просто не мог дышать когда я попытался сообщить на землю что у меня проблемы и я не могу найти вход они не могли меня расслышать а я не мог услышать их я ощутил себя полностью изолированным и тогда вместо того чтобы зацикливаться на проблеме и думать что со следующим вдохом я могу захлебнуться я принялся искать решение чудом буквально на ощупь ему удалось пройти мимо так называемых неприкасаемых зон это такие участки с торчащими деталями которые могут повредить скафандр при соприкосновении и добраться до шлюза в итоге как выяснилось позже это была поломка в системе охлаждения откуда и появилась вода а так как в условиях невесомости жидкость чисто физически не могла стечь вниз костюма вся вода собралась в самом верху в шлеме в общей сложности с него тогда выкачали около двух литров воды лука отнюдь не единственный кого подвел скафандр первый в истории канады человек вышедший в открытый космос а также первый канадец побывавший на станции мир крис хэтфилд испытал нечто похожее во время выхода в открытый космос в 2001 году астронавт внезапно почувствовал какое-то жжение в левом глазу он вмиг начал слезиться под влиянием невесомости слезы сразу начали собираться в пузырь из-за чего слеп и правый глаз в итоге хэтфилд оказался весьма неловком положении практически слепой и в открытом космосе да еще и с дрелью в руках в командном центре решили что раздражение глаза вызвала утечка ядовитого газа и дабы решить проблему крису приказали попытаться продать систему не знаю как он решился запустить процесс выкачивания кислорода из своего костюма в открытом космосе но это действительно сработало раздражение прошло астронавта 5 мог видеть и благополучно вернулся в теплую каюту в отличие от криса советскому космонавту алексею леонову повезло куда меньше покинув космический аппарат восход 2 18 марта 1965 года леонов провел в холодной темноте вакуума 20 минут это был первый в мире случай когда человек вышел в открытое космическое пространство но этот рекорд дался ему едва ли не ценой в жизнь для совершения своего героического поступка он использовал скафандр беркут как оказалось позже это был не лучший выбор скафандр вентиляционного типа расходовал около 30 литров кислорода в минуту при общем запасе в 1666 литров этого должно было хватить на 30 минут пребывания космонавта в открытом космосе только вот случилось все несколько иначе из-за разности давления со скафандром начали происходить жуткие вещи со временем перчатки космонавта надулись так что пальцы превратились в бесполезные сардельки а сам скафандр стал слишком велик и не давал ему пройти через воздушный шлюз алексей оказался запертым за пределами корабля время поджимала все это мгновенно поставила под вопрос не только миссию но и жизнь самого леонова и все-таки наш храбрец не сдался дабы снизить давление и уменьшить костюм космонавт пошел на совсем отчаянные меры начал выпускать из скафандра кислород в случае неудачи он мог погибнуть от удушья и нехватки драгоценного воздуха но он справился а мы научились делать правильные скафандры казалось бы все успех смерть позади миссия выполнена впереди долгожданное возвращение домой и теплые объятия родных и близких но увы это было лишь разминка впереди их ждал настоящий кошмар честно говоря волосы встают дыбом когда пытаешься представить себя в шкуре этих ребят возвращаясь домой на землю капсула космонавта и его товарища по экипажу дала сбой неисправность привела к тому что после приземления космонавты оказались не там где должны были капсула упала в глубокой сибирской тайге за тысячи километров от помощи теплого супа и мягкой постели космонавты оказались в лесу с дикими животными практически безоружные уставшие без убежища и пищи в морозную погоду им пришлось раздеться до гола и вылить пот из скафандров чтобы избежать обморожения стоит ли говорить что земля порой может быть суровее самого космоса собрав всю волю в кулак истощенные но отважные космонавты сделали все возможное чтобы выжить и у них получилось о них не забыли им удалось дождаться спасателей которые прошли даже там где глохнут вездеходы интересно что чудом выживший шестьдесят пятом году леонов имел прекрасную возможность завершить начатое в 1971 и опять совершенно случайное стечение обстоятельств спасло ему жизнь вместо него умер другой подробнее об этом узнаете в нашем замечательном паблике вконтакте подписывайтесь ссылочка в описании до встречи в новых выпусках мои хорошие